Первые шаги, но при этом достаточно уверенные. Елизавета учится в сельскохозяйственном колледже по специальности ландшафтный дизайн. Вместе с партнером по команде завоевала золото окружного чемпионата. А с общероссийских соревнований, которые проходили в Подмосковье, молодые люди привезли бронзу. Где-то было сложно, но мы настраивались на победу. Мы долго и упорно тренировались. WorldSkills мне дал для жизни очень большой опыт. Показать себя и что-то взять оттуда новое. Делать подпорную стенку, выкладывать газон, делать этот искусственный водоем. WorldSkills – международное движение, очень похожее на олимпийское. Оно возникло в конце 40-х годов. Задача – повышать с одной стороны престиж рабочих профессий, а с другой – качество подготовки специалистов. Россия присоединилась к движению три года назад. Во время стратегической сессии, которая прошла в Анапе во Всероссийском детском центре «Смена», было принято решение создать Всероссийский учебно-тренировочный центр профессионального мастерства, который будет базироваться там же. Это будет основная площадка подготовки национальной и региональных сборных к соревнованиям. На таких сборах будут учить быстро вливаться в команду, преодолевать стрессы, преподавать основы языка страны, где будут проходить международные соревнования, а также приобщать к движению молодежь. У нас есть чемпионатные цели. В этом году мы делаем почти 100 чемпионатов. Это понятно. Следующая цель – это наша сборная. У нас будет Евроскиллс в декабре 2016 года, 1-3 декабря. И у нас есть задумки по поводу того, что неплохо бы начать что-то выигрывать. Не буду раскрывать медальный план. И третья, наверное, цель, которая важна – мы должны создать, сконструировать ту модель, некий ген, некий вирус профессионализма, который мы должны распространять среди других. Как поясняют активисты движения, участие в соревнованиях позволяет учебному заведению совершенствовать свои учебные программы, опираясь на результаты. Даже заявка на успех в масштабах региона или страны требует обновления учебной базы. Вот видите, средства отечественного диагноза, получается, в этом все смоется. Да, и были. Новое оборудование, которое установлено в Анапском сельскохозяйственном техникуме, не уступает тому, что есть в распоряжении некоторых предприятий. Рядом занимаются каменщики, маляры, штукатуры. Оборудована современная площадка для обучения ландшафтному дизайну, построены теплицы. Также методику WorldSkills внедряют в колледжи, где обучают специалистов сферы услуг. На городских соревнованиях поваров оценивается не только качество работы, но и культура производства. Преподаватели колледжа также выступают в качестве экспертов на краевых соревнованиях. Очень много критериев, начиная от подготовки к работе, сам процесс работы, процесс выдачи продукции, подачи блюд. Очень много критериев, просто несколько сотен. Первое – это качество самих блюд намного повышается. Санитарные требования более жесткие к блюдам. В городской администрации отмечают, что повышение уровня квалификации поваров, барменов, горничных и других специалистов стратегически важно для города-курорта. Но самое главное, что благодаря WorldSkills молодые люди тянутся к эталонному уровню, и в итоге они будут востребованы как профессионалы. Продолжение следует...